Асма бинт Абубакр. Асма прожила сто лет, но при этом не потеряла ни одного зуба и нисколько не ослабела умом. Из высказываний историков. Эта сподвижница посланника Аллаха была очень знаменитой женщиной. Ее отец, дед, сестра, муж и сын были сподвижниками посланника Аллаха. Уже только это является предметом гордости и особого почитания людей. Ее отец, правдивейший Абубакр, был близким другом и сподвижником благородного посланника Аллаха при его жизни, а после его смерти стал его преемником, возглавив халифат. Ее дед, Абу Атик, был отцом Абубакра. Мать правоверных Аиша была ее сестрой. Ее муж, Ас-Зубейр ибн Уль-Аввам, был близким соратником и учеником посланника Аллаха. Сыном же Асмы был Абдуллах ибн Уль-Зубейр, да будет Аллах доволен ими всеми. Таково было окружение Асмы бинд Абубакр, и этим все сказано. Асма была среди первых, кто принял исламскую веру. В этой величайшей добродетели ее опередило всего лишь 17 человек, как мужчин, так и женщин. Асма получила также титул обладательницы двух поясов. В тот день, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с ее отцом отправлялись в Медину, она приготовила им припасы на дорогу и бурдюк с водой. Не найдя ничего, чем можно было бы привязать все это, Асма разорвала на две части свой пояс. Одной половиной она привязала торбу с припасами, а второй закрепила бурдюк для воды. Увидев это, пророк воззвал к Аллаху, чтобы он одарил Асму двумя поясами в раю. Именно поэтому ее прозвали обладательницей двух поясов. На Асме женился Ас-Зубейр ибн-Лявуам, который был в то время бедным юношей, не имевшим ни одного слуги. У него не было также никакого имущества или средств, за исключением одного коня. Зато он обрел благо в лице праведной жены, которая обслуживала его, присматривала за его конем, перемалывая зерна ему на корм. Однако впоследствии Аллах смилостивился над Ас-Зубейром, и он стал одним из богатейших сподвижников посланника Аллаха. Когда Асме предоставилась возможность переселиться в Медину, чтобы бежать со своей религией к Аллаху и его посланнику, она была на последнем месяце беременности своим сыном Абдуллахом ибн-Зубейром. Однако это обстоятельство не помешало ей отправиться в тяжелый и долгий путь. Недалеко от Медины, в деревне Куба, она родила своего ребенка. Все мусульмане громко возвеличивали Аллаха и воздавали ему хвалу, поскольку это был первый новорожденный у мухаджиров в Медине. Асма принесла ребенка к посланнику Аллаха, салляллаху алейхи вассалям, и положила его ему на колени. Взяв немного своей слюны, пророк положил ее ему в рот, а затем и спросил для младенца благословения Аллаха. Таким образом, первое, что попало внутрь сына Асмы, была слюна посланника Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Дочь Абу-Бакра обладала самыми благородными и добрыми качествами. К тому же, она отличалась редким даже для мужчин благоразумием. Своей жизнью она являла собой образец бесконечной щедрости. Ее сын Абдуллах рассказывал. В своей жизни я не видел более щедрых женщин, чем моя тетя Аиша и моя мать Асма, хотя их щедрость и отличалась. Моя тетя понемногу собирала средства, пока не накапливалась достаточная сумма, чтобы ее можно было поделить между нуждающимися. А моя мать, когда у нее что-нибудь появлялось, не могла дождаться даже следующего дня, чтобы раздать что-нибудь бедным. Благодаря своему острому уму Асма прекрасно действовала в самых критических ситуациях. Например, когда правдивейший Абу Бакр ушел вместе с посланником Аллаха в Медину, то забрал с собой все свои деньги. Шесть тысяч дирхамов и ничего не оставил в своей семье. Когда его отец, Абу Кухафа, который оставался язычником, узнал об отъезде сына, то пришел к нему в дом и сказал Асме. «Клянусь Аллахом, он причинил вам горе, забрав все деньги, да еще нанес вам удар своими собственными действиями». Асма возразила ему, «Совсем нет, отец оставил нам много денег». Взяв мелких камешков и насыпав их в углубление в стене, где в доме обычно хранились деньги, она накрыла их одеждой, подвела старика за руку, так как он был слепым, и сказала, «Убедись сам, отец, сколько он оставил нам денег». Затем она положила его руку на одежду, под которой находились камешки. Старик сказал, «Это приличная сумма, если он оставил вам столько, то поступил порядочно». Тем самым Асма хотела успокоить старика, чтобы не вынуждать его давать ей свои деньги. Ей не очень хотелось получать любую помощь или блага от язычника, даже если он был для нее дедом. Если история и выпустила из виду все славные дела дочери Абу-Бакра Асмы, то она никогда не забудет ее рассудительности, решительности и силу ее веры, которую она продемонстрировала во время своей последней встречи со своим сыном Абдуллахом. После смерти Язида ибн Муавии халифат перешел к Абдуллаху ибн Зубейру. Ему подчинялись Хиджас, Египет, Ирак, Хорасан и большая часть Шама. Почти сразу же Амияды снарядили в поход против него огромную армию под командованием Аль-Хаджаджа ибн Юсуфа Ас-Са'кафи. Противоборствующие стороны завязали между собой кровопролитные сражения, в которых ибн Зубейр проявил истинный героизм, достойный такого рыцаря, богатыря, которым он был. Однако его сторонники начали постепенно покидать его. Придя на священную землю дома Аллаха, он укрылся со своими спутниками в Каабе. За несколько часов до своей гибели он пришел к своей матери Асме, которая была уже дряхлой и слепой старушкой, сказав ей, «Мир тебе, мама, милость Аллаха и его благословение». Она ответила, «И тебе, мир Абдуллах, что привело тебя в такой час, когда катапульты Аль-Хаджаджа обрушивают каменные глыбы на твоих воинов на священной территории, сотрясая всю Мекку?» «Я пришел попросить у тебя совета», — сказал Абдуллах. «Попросить у меня совета? В чем же?» Абдуллах сказал, «Люди бросили меня на произвол судьбы, испугавшись Аль-Хаджаджа или соблазнившись тем, что у него есть. Меня бросили даже мои дети и близкие. Со мной осталась совсем небольшая группа моих сторонников, которые, как бы ожесточенно они не сражались, продержатся от силы два часа. Гонцы Амиядов обещают дать мне любые мирские блага и богатства, которые я захочу, если я сложу оружие и присягну на верность Абдул-Малику ибн-Марвану. «Что ты думаешь по этому поводу?» Возвысив свой голос, Асма сказала, «Это твое дело, Абдуллах, так как ты лучше знаешь самого себя. Если ты уверен, что ты прав и призываешь к истине, то будь стойким и сражайся так же упорно, как сражались твои товарищи, которые пали под твоим знаменем. Если же ты стремишься к мирским благам, то тогда ты плохой слуга Аллаха, тогда ты погубил свою душу и своих людей». «Но это означает, что сегодня я обязательно буду убит», сказал Абдуллах. Асма ответила, «Это будет лучшим для тебя, чем добровольно отдать себя в руки Аль-Хаджаджа, а потом твоей головой будут играть Амиядские слуги». «Я не боюсь смерти, а боюсь надругательства над своим телом», сказал Абдуллах. «После смерти человеку нечего бояться. Зарезанному барашку не больно, когда с него снимают шкуру», сказала Асма. «Радость озарила лицо Абдуллаха, и он воскликнул. «Да будешь ты благословенна, да будут благословенны твои высокие и похвальные качества. Я пришел к тебе в такой час исключительно ради того, чтобы услышать от тебя то, что ты сказала. Аллаху известно, что я не ослаб и не обессилел. Аллах – свидетель того, что все, что я делал, я делал не ради нашего материального мира и его мишуры. Все это я совершал, будучи в гневе из-за того, что люди попирали запреты Аллаха, так, как им это заблагорассудится. А теперь я поступаю так, а теперь я поступлю так, как это любо тебе. Не впадай в скорбь, если я буду убит, и предайся воле Аллаха. «Я бы скорбела по тебе, если бы ты погиб не ради правого дела», сказала Асма. Абдуллах продолжал, «Будь уверена, что никогда в жизни я не собирался совершать что-нибудь запрещенного или греховного, либо противоречащего закону Аллаха. Я никогда не был вероломным и бесчестным, не притеснял мусульманина и не нарушал договора с защищаемыми мною иноверцами. Для меня никогда не было ничего превыше благосклонности Всевышнего и Всемогущего Аллаха. Я говорю все это не для того, чтобы обелить себя, так как Аллах знает все про меня лучше, чем я сам. Я сказал все это для того, чтобы твое сердце преисполнилось твердости». Асма сказала, «Хвала Аллаху, который наставил тебя на путь, угодный ему и мне». «Подойди ко мне, сынок, чтобы я смогла вдохнуть твой запах и прикоснуться к тебе, так как это, наверное, наша последняя встреча». Припав к рукам и ногам матери, Абдуллах покрыл их поцелуями, а Асма, прижавшись к его волосам и лицу, вдыхала его запах и целовала его. Обняв Абдуллаха, она начала гладить его тело, но вдруг, подняв руки, она воскликнула, «Во что ты одет, Абдуллах?» «В кольчугу», — ответил он. «Сынок, это не та одежда, которую надевает на себя тот, кто хочет пасть смертью Муджахида на поле боя», — воскликнула Асма. «Я надел ее только ради тебя, чтобы успокоить твое сердце», — сказал Абдулла. «Сними ее», — потребовала Асма. «Это придаст тебе мужество и отваги, усилит твой боевой пыл и облегчит твои передвижения. Вместо нее дадим широкие длинные шаровары, чтобы в случае твоей гибели твое тело не оголилось». Сняв с себя кольчугу, Абдуллах ибн Зубейр надел свои шаровары и отправился на священную территорию продолжать бой. На прощание он сказал матери, «Не переставай молиться за меня, Аллаху, мама». Воздев к руки к небу, Асма взмолилась, «О Аллах, смилуйся над ним за его ночные бдения и проникновенные молитвы к тебе в ночном мраке, тогда, когда все люди спали. О Аллах, смилостивись над ним за его голод и жажду, когда он постился в полуденной зной Медины и Мекки. О Аллах, помилуй его за его доброту и любовь к своим отцу и матери. О Аллах, я предоставила его твоей воле, и я буду довольна твоим предопределением. Не спошли мне за мое терпение награду, которой ты вознаграждаешь стойких». Еще до заката солнца в тот день Абдуллах ибн Зубейр покинул эту жизнь и ушел под сень своего владыки. Всего лишь через несколько недель после гибели Абдуллаха его мать Асма, дочь Абубакра, воссоединилась с ним. Она прожила сто лет, но при этом не потеряла ни одного зуба и нисколько не ослабела умом.